Протесты во Франции, более полумиллиона человек вышли против пенсионной реформы. Протестующие в Париже, подожгли любимый ресторан президента Эммануэля Макрона, из-за проведения пенсионной реформы в стране. Об этом сообщает РБК «Украина», со ссылкой на Франц-24. Во Франции продолжаются массовые протесты граждан, против пенсионной реформы. По данным полиции, в четверг, в акциях проэста приняли участие, около 570 тысяч человек. Сообщается о столкновениях протестующих с полицией, и применении ею слезоточивого газа в ряде французских городов. Радикально настроенные протестующие, снова применяли бутылки с зажигательной смесью. Полиция проинформировала о задержании 31 человека, во время протестов в Париже, в то же время 77 полицейских получили ранения, 13 из которых были доставлены в больницу. По оценкам профсоюзов, в четверг протестом присоединились 2 миллиона человек. Ранее мы сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ни одна страна не должна размещать ядерное оружие, за пределами своей территории, а Россия должна придерживаться международных обязанностей. Напомним, во время визита в Китай Макрон, и Си Цзиньпин договорились упорно работать, над миром в Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм. Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК Украина, 3w.rbk.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту. sbsobaka.rbk.ua